Егор Тимурович Гайдар. Уникальная для России фигура. Абсолютно чуждый для большинства россиян человек, на которого, в общем, и повесили всех собак. Человек с таким лицом, с такой отрицательной харизмой. И был, наверное, виноват. Говорили людям в том, что они так плохо стали вдруг жить. Вообще интересная история. Дедушка Егора Гайдара, Аркадий Гайдар, знаменитый советский детский писатель, в 16 лет командовавший полком, говорят, прославившийся своей жестокостью, расстрелявший огромное количество людей, в том числе и лично, погибший при странных обстоятельствах, обласканный советской властью, погибший при странных обстоятельствах в начале войны. Сын его Тимур Гайдар, почти по книге Тимура и его команда, бывший, как мне говорили, резидентом то ли ГРУ, то ли КГБ, находившийся со спецзаданиями на Кубе, в Югославии и так далее, под прикрытием журналиста газеты «Правда», военного, да, журналиста газеты «Правда» и сам Егор Гайдар, который, когда выходил на трибуну съездов, многие депутаты говорили мне, что, во-первых, хотелось спать, во-вторых, хотелось спихнуть его чужеродное тело для российской действительности. Что это был за человек, с которым вы работали? Непосредственно с ним я не работал, хотя работал в правительстве, которое возглавлял Гайдар, это было в 92-м году. Я как раз тогда работал заместительным руководителем Рабочего центра экономических реформ, когда Гайдар был вначале вице-премьером, потом первым вице-премьером, потом исполняющим обязанности премьера российского правительства. А, вне всякого сомнения, Гайдар – выдающийся человек, он абсолютно нередовой человек, и по интеллектуальным способностям, и, в общем, по обаянию. Он действительно привлекал очень многих людей. Я не знаю, какие депутаты могли спать во время его выступления. Как раз, когда он выступал в самом начале своего премьерства или лидерства экономических реформ в начале 92-го года, в зале стояла мертвая тишина, потому что Гайдар говорил такие слова и говорил таким образом, которые депутаты никогда не слышали. А я присутствовал на нескольких его выступлениях, могу же свидетельствовать, что ни одно слово не могли проронить. Внимание было чудовищным. Просто вот это напряжение в зале чувствовалось все время. Спасибо.